Итоги выборов в Армении выявили крайне важный момент. Среди насущных запросов армянского общества не фигурирует реванш в Карабахе. Результаты голосования зафиксировали массовые отказы от повестки, которую настырно продвигали экстремисты. То есть решающее большинство осознанно приняло новую реальность, предполагающую устранение серьезных рисков для Армении. Рисков, исходивших прежде всего от необоснованных территориальных претензий к соседям. Никол Пашинян остался легитимным лидером Армении, наделенным полномочиями формировать внешнеполитическую повестку без оглядки на истерику оппонентов. Именно Пашинян принимал решения, которые представляли для Армении судьбоносное значение. Тот факт, что решения эти были приняты под гнетом известных обстоятельств в данном случае не имеет существенного значения. Получив суровый урок, Пашинян пытается его усвоить, и эти попытки, как показали итоги выборов, оценены армянским обществом должным образом. Впереди же Пашиняна ждет непочатый край работы. Накопившийся в Армении огромная масса злободневных проблем заметно перевешивает реальные возможности их скорейшего и безболезненного решения. Однако решать их придется в любом случае. Тем более, что бархатный мандат трансформировался в стальной. Вот и выяснится, способен ли Пашинян построить принципиально новую Армению или ограничиться преобразованиями локального порядка. Совершенно очевидно, что на одном популизме тут далеко не уехать. Вряд ли армянский народ так отчаянно освобождал свои уши от многолетней лапши качарянов-сарксянов для того, чтобы на них тут же навесили новую порцию. Победа над жаждавшим реанимацией карабахским кланом, безусловно, важное достижение, но это лишь начало пути. Успешность действующей власти в Армении может быть обусловлена лишь грамотной расстановкой приоритетов. Если телега по-прежнему будет стоять впереди лошади, то армянам придется еще долго ждать света в конце тоннеля. Замкнутое изолированное пространство, в которое Армении угодило по известным причинам, само по себе отторгает оголтелые надежды на развитие и прогресс. Зазывать инвесторов в Армению, до сих пор не имеющую выхода на мировые рынки, по-прежнему наивно и бессмысленно в равной степени. Что Армении может предложить иностранному капиталу помимо огромных рисков? Таким образом, развитие национальной экономики иллюзорно в условиях отсутствия конструктивных контактов с ближайшими соседями. Лишь полноценный запуск транспортных артерий, включая Зангизурский коридор, способен сформировать в регионе нормальную рабочую среду для экономической кооперации. Сегодня первоочередной задачей армянского руководства является осознание открывающихся перед страной перспектив развития и неизбежности принятия соответствующих мер. Это крайне важный фактор, который, помимо прочего, будет способствовать естественной нейтрализации деструктивных сил внутри Армении, а стало быть установлению долгожданной политической стабильности. Ключевое значение здесь по-прежнему отводится политической воле власти, получившей еще один шанс. Наличие этой воли либо ее отсутствие и определяет реальные перспективы поствоенной Армении.